Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Пётр Осипов. Меня зовут Дашкиев Михаил. Вопрос масштабирования прежде всего. Вопрос роста прежде всего. Это вопрос того, что мы считаем нормой. Если вы нормальным считаете 50, даже 100 тысяч рублей, вы никогда не сможете вырасти. Потому что если посмотреть на всю эту историю глазами инопланетянина, такого бизнесмена-инопланетянина, который прилетел на нашу планету, то выглядит это все примерно так. Если мы берем бизнес, да не важно бизнес, не бизнес, это не так важно. Вот это для нас 5000 рублей, вот это десятка. А вот это вот норма, а вот это круто, 100, а это 300. И так далее. Так вот, все общество устроено по купольной системе. Что это значит? Скопление людей вокруг уровня нормы. Притом, чем ниже этот уровень заработка, тем плотнее уровень людей. Только маленький пик, маленькая игла, все уже и уже становящаяся, идет вверх. И реже, и здесь совсем редко, и здесь двое. Шутка. Шестеро партнеров у нас. Не важно. И вот здесь вот люди, они говорят друг другу, ну как можно жить на 5000? Ну как можно жить на 50? Но они все примерно на одном уровне. Что 5, что 10, с высоты птичьего полета, извините меня, и то, и то, это мелочи. Что если вы посмотрите на улицу, если вы посмотрите на себя, что так оно и есть. Вот он, уровень нормы. Вопрос, где ваш уровень нормы? Каков критерий того, что вы чувствуете, что вы, ну что вам пора выбираться. Вот здесь ведь ребята реально болото. Если вам нормально находиться здесь, если для вас нормальная ситуация, когда вы не можете себе купить крутой дом, большой и красивый. Понимаете, дом сейчас является мечтой, но не является нормой. Хорошая машина, то же самое. Если нормально ездить в общественном транспорте все время, не имея возможности иначе. Если нормально не выбираться всю жизнь посмотреть мир, если нормально постоянно впахивать, я, наверное, не смогу вам помочь. Да и, собственно, не нужно. Но если вы нацелились уже на большой рост, то такая модель вам не подходит. И каков критерий, каков симптом того, что вы готовы к росту выше? Это ощущение того, что вы идете по жизни, и как будто бы вот уровень дохода один и тот же, и вы как будто скребете потолок головой. То есть вы выросли уже из этого потолка, и вы скребете его макушкой, и вы идете, и остается за вами по потолку кровавый след от вашей макушки. Те люди, которые совершают революции в своем бизнесе и в своей голове, такие позитивные революции, никого не убивая, убивая лишь собственные стереотипы, находятся вот здесь мозгами. Телами они находятся вот здесь. Что это значит? Что это не вот это для него уровень нормы. И тогда мы все здесь как черви в своем баболоте плаваем. Вот для него уровень нормы. Вот это для него хорошо, вот это для него плохо. А вот это вот несоответствие то, что здесь есть дельта, что они до сих пор еще не здесь. Для них является критической ошибкой. Знаете, систем-эрор, эрор, эрор. Но он знает, что это все временное недоразумение. Мне надо сюда. А все, что со мной происходит до данного момента, это просто какие-то обстоятельства, которые со мной случаются. И я даже не знаю почему. Это просто есть. Но мне это не нравится. Я это очень быстро исправляю. Им надо срочно, срочно отсюда, срочно отсюда сваливая. Я не понимаю, почему люди ходят и улыбаются. Давайте представим комнату. Вы сидите на диване, все хорошо. Попкорн, еда из Макдональдса, смотрите. Какой-то сумасшедший к вам приходит и говорит, пойдем на улицу. Там можно бегать, там классно, там люди общаются, там люди веселятся. Вы разумом понимаете, что это правильно, что правильно жить как-то по-другому. Но вам комфортно, вы не сдвинетесь с этой точки. Подумайте хорошенько, на каком уровне уровень нормы у вас. То есть вот этот уровень для вас является нормой или он является жестким минусом. Для всех тех, кто растет быстро, вот эта ситуация является жестким, жестким, жестким минусом. Тот же самый диван. У них ощущение такое, что он сидит на диване, вдруг приходит какой-то человек и вонзает ему шило в ногу. И когда к вам приходит и вызывает шило в ногу, вы не будете думать о том, что нормальными или хорошо. Нет, вы начнете это шило вытаскивать, вы начнете выбегать из комнаты, делать так, чтобы этого не было. Если есть ситуация из дикого дискомфорта, вы будете быстро из этого дискомфорта выправляться. Мы это называем техникой всплытия. Подумайте, что будет, если вас погрузить ниже уровня воды. Вот сюда. Вы задохнетесь, вы захлебнетесь, вы срочно-срочно-срочно будете всплывать. То есть вы всегда всплывете до уровня нормы. Вы же не можете всплыть на один метр и сказать, мне достаточно, мне окей. Пока вы не всплывете, вы не успокоитесь, вы будете постоянно сюда. И при том, есть такая штука, если вы хоть один раз в жизни глотнули свежий воздух, вы в этом болоте жить больше не сможете. И об этом подробнее мы будем говорить на конференции. Наверное, даже на ВИП-дне. Всего доброго. Увидимся в следующих видео.